Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я снимаю видео вопрос-ответ. В этом видео будет очень много вопросов, на что я искренне надеюсь, потому что всегда я говорю, что будет очень много вопросов, а получается мало. Первый вопрос от Оли Ивашенко. Привет, Ксюша. Привет. Перечислил лошадей вашей группы, не твоих, а дюз. С фото и расскажи немного о каждом коне. Ну, начнем с того, что мы уже не дюз, а мус шор номер 10, стрельба из блока, кондиспорт. Ребят, это будет очень долго, и если вы хотите подробнее узнать о наших лошадях, которые у нас есть в группе, то подписывайтесь на инстаграм нашей группы, вот его название. Там в скором времени будет написано много постов о наших лошадях, и рассказано о каждом, поэтому подписывайте. Следующий вопрос от Екатерины Предвичной. Извините, если неправильно сказала фамилию. Привет, привет. Для тебя имеет смысл от престижности и популярности конной школы клуба? Нет, потому что не место красить человека, а человек место. Следующий вопрос от Варьи Бабрихиной. Привет, привет. Посоветуй дешевый конный магазин. Я могу вам посоветовать только один самый классный магазин. Это магазин Pegasus Company, потому что там недорогая амуниция для лошадей, одежда для всадника и всякое такое. То есть там можно купить недорого попоны любых сезонов. Вальтрапы, заказать ушки, чембура, рептухи. В общем, все, что вы хотите, кроме крупной амуниции. А так, welcome. Ссылка в описании. Следующий вопрос от Анастасии Мирной. Привет, привет. Скажи, пожалуйста, когда ты покупала своих лошадей, ты меняла им имена или это их настоящие имена? На самом деле поменять кличку лошади это очень дорогое удовольствие, но в принципе меня устраивают клички моих лошадей. То есть Эластику, Бэй, Хацуну Мику это я называла, потому что она родилась у нас, а не на заводе. А Того, то есть это клички заводские, кроме Мики, потому что Мика родилась у нас и мы ее назвали, а не на заводе. Следующий вопрос от Марии Скоробогатовой. Какую максимальную высоту ты прыгала на Тоге? Собираюсь выезжать на более крупные старты на Тоге. Да, конечно, на Тоге мы прыгали максимум 110, я даже не заметила, как это получилось, что я резко так начала прыгать на ней 110. То есть метр что-то все прыгали, а потом фига как и 110, как-то не заметила даже, как это получилось. А на старты, да, планируем. Следующий вопрос от Марии Ланцовой. Привет. Когда планируешь заезд по Мосяне, будешь ли ты ее продавать? На самом деле мы ее уже заезжаем, я уже на ней сидела, шагала. Вот, сентябрь. Продавать ее не собираюсь. Следующий вопрос от Даши Филипповой. Ксюша, я все смотрю в твои видео и не могу понять, у тебя есть третий разряд, второй разряд и первый разряд, я так поняла? На самом деле я выполняла норматив первого разряда, мне его присвоили, но в этом году ввели новое правило о снятии разрядов. То есть прошло два года, я его не подтвердила так еще и ни разу. Я ехала 130, но не подтвердила первый разряд и не выполнила его, и поэтому сейчас у меня второй разряд. Но, типа, это очень странная система, потому что опыт-то никуда не делся. Наоборот, я стала даже ехать лучше, чем когда сдавала на первый разряд, то есть это странно. Очень много вопросов, касаемых Оскара, а расскажу один раз, потому что уже много раз рассказывала. Оскар это школьный конь, на котором я выступала до 16 лет включительно, и потом его у меня забрали под другого всадника. То есть с ним все в порядке, он просто под другим всадником. Выступать я на него, наверное, больше не буду, потому что, ну, у меня есть свои лошади, ну, такие дела, да. Следующий вопрос от Алины Мусиной. У тебя была идея коротко подстричь волосы? Я вообще не планировала никогда больше подстригаться, потому что меня устраивала, в принципе, моя косичка и длина волос, но мне было все равно, типа. Но вот так вышло, что вот. Мне отстригли, короче, часть моих волос. Следующий вопрос от Иры Тимчинской. Сколько у тебя на данный момент лошадей? Четыре лошади. Это Эластик, Хобей, Хацунемику и Того. Запомнили? Молодцы. Следующий вопрос от Ксении Конник. Привет, привет. Я хотела узнать, откуда появился пони, как его зовут, он твой, сколько прыгал на нем максимум. Пони по кличке Лайм появился у нас зимой. Он приехал из Санкт-Петербурга. Это пони сестры моего папы. Она уехала жить в другую страну, а пони остался в Питере, и мы его забрали. Это не мой пони, это школьный пони теперь. И я на нем прыгала максимум 80 сантиметров, и больше я на нем не буду выступать, потому что он уже достаточно хорошо себя ведет, и его всадник Настя вполне хорошо с ним справляется, и удачи им во всем. Следующий вопрос от Анастасии Чистяковой. Всегда ли новые высоты препятствий при величине даются тебе и твоим лошадям? На самом деле не всегда есть какая-то переломная высота, после которой все начинает идти хорошо. Просто вот, например, на лосте я долго не могла проехать 110. Я не знаю почему. На хобби я не помню, что у меня были какие-то проблемы именно с высотой. Высота вообще для меня сейчас стала не проблемой, потому что я понимаю, как надо работать, чтобы лошадь хорошо подъезжала к барьеру и хорошо прыгала. То есть высота это вообще, в принципе, не наше дело, это дело лошадей, а наше дело привести лошадей в идеальную точку и сделать все, чтобы лошади было приятно прыгать, и чтобы она не отказывалась прыгать. И очень много работать над собой, больше, чем даже над лошадью. Потому что если ты не можешь контролировать себя, как ты можешь контролировать лошадь? Это были все вопросы. Задавайте другие вопросы в обсуждении в группе ВКонтакте и вступайте в нее, потому что там что-то у нас как-то вообще уже слишком отличается количество подписчиков от канала, на котором у нас уже 10 тысяч подписчиков, и это что-то нереальное. С вами была я, Ксения Кузнецова. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok